Итоги конкурса Евровидения, прошедшего минувшей ночью в Хельсинки, неожиданно для многих превратились в триумф славянских народов и всей Восточной Европы. Но, вопреки прогнозам букмекеров, которые отдавали первое место украинской верке Сердючке, золото Евровидения взяла певица из Сербии Мария Шерифович, которая и своей песней, молитвой и внешним видом заметно отличалась от большинства исполнителей, сделавших ставку на эпатаж и стиль, присущий гей-парадам. Серебровая группа Серебро, представлявшая в этом году на конкурсе Россию, завоевала бронзу и заняла третье место. Традиционно за российских исполнителей активно голосовали жители бывших советских республик и даже Эстония, отношение с которой за последние месяцы резко ухудшилось, отдала российскому серебру максимальные 12 баллов. Егор Колыванов смотрел конкурс и удивлялся. Знойным красоткам и романтичным юношам Европа в этом году предпочла Гарри Поттера подобную девушку. Победительницей конкурса Евровидения стала 23-летняя Мария Шерифович из Сербии. Ее молитва была услышана на самом верху. Прошлой ночью в отеле я молилась Богу и просила у него, если ты считаешь, что победа пойдет мне на пользу, дай ее мне, если нет, то тебе виднее. Но Бог решил, что я достойна. Песня-то на самом деле отнюдь не про веру. Непритязательная любовная лирика осталась не понятой большинством аудитории. Пела Шерифович на родном языке, а там все больше было про жар на моих губах и пустую постель. Наивная скромность вкупе с хорошим вокалом и Сербия получает один высший балл за другим. Белград ликует. Все в нашей стране счастливы, мы верили в нее. Я с самого начала верил, что она будет, если не победительницей, то одной из первых. И сейчас я очень счастлив. Я не знаю, как это объяснить. Сербия впервые участвовала в конкурсе отдельно от Черногории. Страны бывшей Югославии лишь один из примеров политической подоплеки Евровидения. Реакция косовских албанцев на победу сербов в разгар переговоров о независимости Косова была предсказуема. Это худшая песня из тех, что была в конкурсе. Сербы не заслужили эту победу. После прошлогодней победы финской группы «Лорди» впору было задуматься, куда смотрели добропорядочные европейские домохозяйки, вроде бы составляющие основную аудиторию этого шоу. В этом году все вернулось на круги своя. Романтические баллады на родных языках преобладали над манерностью в духе ранних куин в исполнении шведов. Разухавистые цыганочки с выходом от румынов и ритмичным французским европопом. Я не удивлен победой Марии. У нее сильная песня, и она роскошно ее представила. На конкурсе этого года было столько глупости. После прошлогодней победы «Лорди» все пытались выпендриться, а Мария просто вышла и классно спела. Концертный номер «Верки Сердючки» — российская музыкальная общественность. Склонная слишком серьезно относиться к этому конкурсу, расценила как плевок в сторону России. Андрей Данилко не смог переубедить, что поет не «Раша гудбай» — «Россия прощай», а монгольская «Лаша тумбай» — якобы взбивать масло. «Россия прощай» — «Россия прощай». В Киеве также не пришли к единому мнению, о чем же пела «Верка Сердючка». Главное — результат на лицо. Украина на втором месте. Рассчитывали на победу мальчика, похожего на девочку, а в итоге получилась победа девочки, похожей на мальчика. Просто надуманно. Ну, музыка есть музыка, какая в музыке может быть политика. Впрочем, чем «Раша» гудбай хуже слов «Я буду крутить для тебя своей попкой» в исполнении российского трио «Серебро». Для воспитанниц продюсера Максима Фадеева песня номер один в принципе была выступлением номер один, а не впервые перед публикой. И третье место, при условии, что вышибал 12, нам поставили только Белоруссия, Армения и неожиданно Эстония, а остальная Европа расщедривалась на 6, 7, 8. Третье место – хороший результат. Это был дебютный выход. И они сделали это блестяще. Вот еще песня не выдающаяся, девушки абсолютно блеклые. И, скажем, если бы я бы расставлял это все по местам, я думаю, выше 10-го места у меня Россия бы не поднялась. Учитывая российский опыт выступлений на Евровидении, Алсу, Тату, Дима Билан и теперь вот «Серебро» в пору говорить, если не о положительной динамике, то о положительной стабильности. А победителей не судят. И все эти российские злопыхательства «не родись красивой» неуместны. 120 миллионов европейских домохозяек не могут ошибаться. Егор Клыванов, телекомпания НТВ.